Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть с Бэйнденово Айзека в Терберт Плюс. Дневные прохождения, вот, чё там нарисовали такого-то. Уж неужели сегодня будет Лост? Да, сегодня Лост, идти до мамашной лапы, не знаю, не знаю. Всё, может получиться совсем не так, как хотелось. Но поддержку нам выдает Джудас Шадо, это означает, что после уничтожения главного персонажа, Лоста, появится другой персонаж, и можно будет пытаться им допройти. Ничего невероятного тут нет. Такая поддержка, чтобы психологически было легче проходить на Лосте. Типа, знаешь, что, ну, в принципе, есть ещё запасной персонаж. Но это уже будет не Лост, это уже будет Джудас, вернее, Тень Джудаса. Что, собственно, переводит бесплотного персонажа Лоста в плотный персонаж. По крайней мере, у него там есть чёрные сердечки, два здоровья у того Джудаса, у Тени Джудаса. Ай, как ты выкинул-то бомбу-то? Внезапно, всадник. Всё было бы хорошо, если бы тот всадник где-то подальше был. Сейчас бы они ещё и не стреляли по нам, вообще было бы классно. Ну, по идее, из-за этого всадника дадут защитную орбиталку в стиле Ball of Bandages. Вот нельзя его по вертикали пересекать линию, где он находится. Он сразу начинает делать свой дэш-атак. Далеко стреляет? Он у нас не заденут. И вот почему, вот который раз уже должны дать Ball of Bandages, задают Mid Cube. То есть, как бы это голова вот этого всадника, она и есть обмотанная бинтами. Может, потому бинты и кончились? А бинты-то и кончились. Потому что все ушли на голову всадника, и остался только Mid Cube. Местной куб. Короче, странно, но ладно. Мы можем дамажить этими орбиталками. Только надо правильно её выставить со стороны противника. Ну, вернее, противника со стороны. Очень интересно, Стрэндж работает-то. Нет, оно не добавляет сердечка именно этому персонажу. Ой, ты чё тут дают-то? А чё это такое? Это, кажется, позволяет повторить последнюю пилюльку. Или карту, или... Ну, в общем, такое. Темно, однако. Ну, белые черви, их хорошо видно. И вообще, откуда темнота взялась? Зачем нам столько проклятий? Это же не хардмод. А чё внизу? А комната с артефактом, но тут внезапно оказывается, что нету чего? Ключика. А без ключика никак. Нет, возможно, там, скажем, сверху или снизу, или сбоку примыкает секретная комната, и, может, через неё зайти было бы. Да ладно, дали ключик, и хорошо. И, внезапно, это датамайнер. Ну, чё-то я как-то не хочу его даже трогать. С другой стороны, что он может сделать хуже? Что он может сделать хуже? Он может уменьшить дамаг. Он может уменьшить дамаг? А я не знаю, он может и не уменьшать дамаг. Пеньк! Плюс 0,5, и чего-то. Дальность, и, по-моему... Скорость уменьшилась. А вот это плохо. Уменьшение скорости вообще не нужно было. Теперь попробую, беги. Ну, а с другой стороны, может, сейчас опять рерол чего-нибудь хорошее даст. Ух ты как! Не знаю, задел там кубик или нет. Ай-яй-яй, щит сбит! Да ладно! Вот и кончилось счастье. Ну, что сказать. Дэмидж повышен теперь. Два чёрных сердечка. Чё-то как-то быстро сегодня лост... Ну, честно говоря, учитывая, что они нам подсунули монстро в маленькой узкой комнате. Всё, лост сегодня и сдох. Буквально... Так какой уровень-то у нас? Первый, второй? Буквально на втором боссе. Обидно, досадно, но ладно. Скорость и дальность стрели бы повышена. Да вы что? Вот оно! Вот просто тут бы, вот просто, вот здесь бы лост бы стал крутым. Ну, нет. А почему? А потому что нету серых, чёрных сердечек. Мы могли бы сейчас даже этому персонажу их накинуть. Если бы где-то взяли ещё два серых сердечка. Ну, это было бы здорово. Взять, например, серу и всех этой серой очекрыжить. Но, скорее всего, этого у нас не получится. Мы попробуем найти ещё серых сердечек. Например, ключик, зайти в магазин. Не знаю. Ну, просто дополнительных жизней больше нет. А жаль. Магазин-то есть? Да ключа нет. Датамайн! Читок увеличивает. Что оно увеличило-то? А ещё? Плюс 0,5 и минус... Минус 1 в дамаг. Короче, датамайн надо этот выкидывать подальше. Он что-то вообще не то делает, что хотелось бы. Но зато скорость теперь повысилась. У-у-у. Короче, спасибо не надо. Так пройдём. Надеюсь. Без всяких датамайн... Датамайн выкинуть как-нибудь. Или просто не использовать. Просто-просто-просто-просто не использовать. Бомба! Прелестно! Что ты такое? Нет, я это даже смотреть не хочу. Для них что тут дают? Ничего не дают. Это самое обидное. Когда заходишь в комнату с шипами, а тут пауки и за них ничего не дадут. Ну что тут дадут? Половинку красного сердечка. Очень-очень помогло. Ну как интересно, ключик из них выпадет. Использовать ещё датамайн? Вообще не охота. Бомбу дали. Ну это, конечно, интересно. Если бы точно знать, куда её использовать, где будет, скажем... Наверное, стоит оставить для камня с крестиком, вдруг попадётся такой. Ну если бы точно знать, где секретная комната. Я не уверен. Вот она может тут, а может и не тут. Ключик-то дали. Это хорошо. Босса уже нашли. Тоже неплохо. Ну я бы хотел взять какой-то артефакт. Возможно, он бы затащил. Бы этот бы. Артефакт бы, если бы... Ой, да ладно. Серое сердечко. Как тебе не хватало уровень назад? Ну, двух. Двух. Надо было. Два серых сердечка. Тогда бы мы взяли супер-пупер-серу. И ей бы всех вынесли. Но нет. Ужасно. Мини-монстро. Терпеть я навижу. В общем-то, все нужные комнаты тут. И даже есть ключик. И даже есть бомба, чтобы достать ключик. И мы это сделаем, конечно. Ангелочек. Который летает и стреляет, по-моему, с самонаводящимся выстрелом. И еще бы одну монетку. Вот ровно одну монетку. Нет? А ну и не надо нам ваших монеток. Итак, разберемся. Ну что, нам идти к боссу. Там еще большая комната, но боюсь, за ней ничего толкового нет. И особо в ней лазить неохота. Конечно, может быть, там какая-нибудь комната с книгами, типа библиотека. И это бы нам решило проблему артефакта на пробел, который у нас датамайн. И он мне не нравится. Мы взяли бы что-нибудь другое. И это, возможно, как было бы лучше было. Ну, возможно. Для этого надо туда сходить. А я не хочу, потому что там, скорее всего, там ничего нет. И это будет просто трата времени. Но, может, там была классная комната. Какая-нибудь эпически классная. Дают же красные сердечки? Дают. Тени Джудаса даже красные сердечки дают. Вообще круто. И это неплохо. Это просто чудесно. А между прочим, мы можем этот сундучок открыть, но толку в этом тоже немного. Потому что проводить бой с боссами, может не с боссами, с тремя волнами монстров. За, по сути, простой сундук. Ведь это обычный серый сундук, только с шипами. Я что-то тут тоже не вижу большого смысла. Пилюлька. С эффектом. Амнезия. Отличный эффект. Больше таких эффектов, только где-то не нам, а вот... Не знаю. Это же ужас. Амнезия. Ладно. Амнезия, так амнезия. Но нам по пути там ничего не попадалось вроде. Босс тоже вроде еще не попадался. Я что-то уже... Амнезия? Не помню. Конечно. Но тут есть проход дальше, и возможно, это уже подходы к боссу. Возможно. А возможно и нет. Секретная комната появись. Я даже не знаю, зачем она такая там нужна. И тут, наверное, вторая секретная комната. Вот она слева должна быть. Это тут инфа 100%. Иначе я не понимаю, для чего такая вот длинная узкая комната, тупик, она не должна быть такой. Скорее всего, там должна быть вторая секретная комната. Но... Как всегда, что-то пошло не так. Эй-эй-эй-эй. Чё бы они там друг друга да поели, эти черви. Да было б здорово. Ай-эй-эй. Ай-эй-эй. Ну, как-то так. Никак не могу тайминг какой-то нормальный тут выбрать. Как же бегать от этих выстрелов, чтобы нажать все кнопочки нормально. Вот только что почти получилось. Но мы не нашли комнату с артефактом. Всё нашли, комнаты с артефактом не нашли. Вот так ведь было. Или мы её находили? Чё-то вот опять амнезия. Возможно, мы тут не были. Но тут и комнаты с артефактом не видать. Зато тут есть комната с шипами на двери. И, в общем-то, да. Давайте попробуем глянуть, что в ней. Да ладно, опять точно такая же комната с пауками. И без ничего. Ну, или с какой-нибудь ерундой. Типа половинки красного сердечка. Сундук. Бомба и две монетки. Ну, хоть что-то дали. По крайней мере, не глупую там половинку сердечка. Ух ты как! Слышите вы, сейчас ещё этих паучат вылезет миллиард. Пошли вон. Все вместе. Вот так вот. Это что? Блэст дэмэдж. Теперь-то уж взорвётся бомба, если так взорвётся. А где был босс? Вот чё-то я и не помню. Вверху же? Тут был верху же магазин. Только бы вот нам ключик кто-то выдал. Никто не даст. Может, босс? Босс выдаст ключ. Да обычные нормальные боссы. Вот их можно было вполне проходить лостом. И чё вы думаете? Нет, конечно. Ай, да ладно. Откройте, чё тут у вас? Ай, даже не знаю, стоит ли это что-то брать. А мы вот это возьмём и теперь... Во-первых, нету красных сердечек. Во-вторых, включается демоническое усиление. И теперь дамаг десяточка. Ну, такое. Но нужно что-то на пробел. На пробеле по-прежнему пусто. А хотелось бы, чтобы там был какой-нибудь чудесный артефакт. А ключик-то и нет. А ключик-то и нет. Нет, нет. Отлично. Ключик-то нет. Чё нам делать теперь? Сколько этих лап будет? Пожалуйста. Три, четыре, значит, должно быть. Нет. Нет, нет. А вот и нет. Ку-ку. Далее ключик. И это для того, чтобы получить руну Алгиз. И, в принципе, это неплохо. Что-то дзынькнуло, похоже на ключ. Вот как раз руна Алгиз. Это здорово. Но надо взять... Надо взять ту, которая у нас была, карту полёта. И тут вот, чтобы не тратить ключи, всё пособирать, что можно собрать. В общем-то, тут и можно собрать ключ, сердечко. Ну вот и, может быть, взорвать там что-нибудь. Полёт. А ну как взорвать? Ну, я рассчитывал, что там будет. Типа серого сердечка что-то. Подождите, мы это, конечно, подберём. Ну-ка. О! И тут ещё одно, давай. Сердечко. Ну, нет и нет. Ой, как вышло не... Да как так-то? Вылетел в окно. Ключик не взял. Просто здорово. Великолепно. Ну и полёта больше нет, естественно. Чтобы получить бомбу, надо использовать бомбу. Думать как бомба. Чтобы поймать бомбу, надо быть бомбой. Всё классно, но на самом деле нет. Ну вот что. Ключика нет. Комнаты с артефактом не нашли. Спасибо. Что такое? Хоррэ пускать свои чипсовые фекалии. Ой, ладно. Щит сбил. Щит сбит, как быть? Ай. Да ладно, хватит по нам попадать. Вот, 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 вот. Конечно. И он всё-таки попал. Вторая фаза. Ненавижу. Это же усиление дэмэджа. Дэмэдж рэндж апп. Насколько дэмэдж на 1.19? 1.91? Ну, нормально чё. Сейчас бы ещё найти ключей. Ну, вот он ключик. Невзятый. Опять что-то дзынькнуло, но это вроде как монетка. Где-то на этой комнате есть... Да, куча монеток. Сейчас мы ещё раз зайдём, выйдем. Карта мира. Покажи, куда идти. А вот секретная комната есть. Хоть бы камень с крестиком, а хоть один попался. А вот нет, бомба. Ну, тоже неплохо. Попробуем глянуть секретную комнату. Вдруг там ключи. Каким-то странным образом. Ага. Вот тут-то и ключи. Да ладно. Везде нужны ключи. Ну, или какой-то хитрый полёт. Вот он ключ. И мы его возьмём, конечно же. А какие ещё варианты? Сейчас сделаем по-хитрому. Вот сюда заход. Взорвём сундучок. В нём золотой ключик. Ну, теперь-то можно открыть просто абсолютно всё. Absolutely. А что нам надо такого прямо открыть было? А вот, например, тут. Золотой сундук и прочее. Ещё золотой ключик, ещё бомба. Ну, здорово. Больше такого. Нам как раз нужно... Вот золотой ключик, где мы используем по полной. Все бомбы мира наши. Наверное, наверх всё-таки. Наверх. Ну, на босс ран и босс раш я как-то спешить особо не хочу. А так как золотой ключик есть, походим, посмотрим, какие комнаты, где мы можем использовать это преимущество. Золотой ключик всё-таки. Вот ещё ключик выдали. В этом уровне он не нужен. Но вот в следующем вполне может пригодиться. А вот нет. А вот нет, нет, нет. Нет. Наши любимые пауки. Пауки ненависти. Ну, а почему? Потому что не вызывает только это чувство. Ключик. Прелестно. Ай, да ладно. Хватит нас задевать. Ещё ключик. Больше ключей. Ладно, пошли в большую комнату. Там что-то тоже было с ключом, который мы упустили. Теперь там это наверстаем. Что тут было? В этом сундуке была троллейбомба. Я бы так огорчился тогда, но сейчас мне всё равно. Так, что там ещё было? Наверх, конечно же. И что тут? И тут тоже есть сундук. С полётом! Ну, вот и, собственно, спасибо. С этого надо было начинать. Шприц. Который даёт скорость. И скорость выстрел. Отлично. Ну, и что ещё осталось? Магазин. По-любому зайти в магазин, потому что 31 монетка. Кстати, полёт теперь перманентный. Постоянный. Вот то, что нужно. Это взять, это, по-моему, помощник случайный и странного вида. Нормально. Почему нет? Ну, и, собственно, всё. Да, на пробеле так до сих пор ничего толкового и нету. Так и лежит этот датамайн у нас ненужный. Ну, и ладно. Последний босс. Он же Мамаша. Тут бы сейчас взять и найти... Я же не взял. Я же и не взял. Ай-яй-яй. А дамаг-то уменьшился. Потому что... Почему? Потому что мы взяли одно красное сердечко. Ну, ладно. Всё равно есть полёт. И дамаг в семёрочку тоже неплох. Но, конечно, в даву. Это не 11. Это 7. Какой-то странный помощник. С замирающими слёзками. Вообще не нужен. Ай-бомба. Ну, ладно. Ай-бомба это... Новая бомба от Apple. Ай-бомба. Сейчас бы ещё хорошенько как-то вот вырулить и попасть так, чтобы не задели. И ничё толкового. Как всегда. Ай-ладно. Ай-ладно. Опять ай. Это что-то из айфона. Ай-ладно. Новое приложение какое-нибудь. Ай-ладно. 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 Под macOS, конечно. Под Android оно будет называться. Да как так-то? Так. Итого. Дрон. Дрона надо взять. Дрон-паук это чудесно. Только надо теперь найти где-то денег. А вот она эта монетка, которой не хватало. Всё. Теперь есть паук, который показывает всякое. Особенно радует, что он показывает полоски здоровья противников. Побольше такого нам. Побольше. Ну и собственно вот. Так, подождите. Сбили щит? Непонятно. Ну теперь точно сбили? Ну так и думал, что уже тут босс. И да, тут уже босс. Эй, он успел спрятаться до того, как мы его добили. Нечестно. Ещё один где-то остался. Вот он. Сюду. Всё классно, но нет. Можно, кстати, купить. Стоп. Чё купить-то? Серое сердечко. А можно найти вот так вот. И мы, конечно, купим это сердечко, потому что тут больше деньги ни на что и не пригодятся. Ну, надо найти хотя бы комнату с артефактом. А то чё-то как-то вообще не по-людски получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты как. Так, оказывается, можно. Что ты такое? Повышение дальности стрельбы. Вау. Чуть даёт. Drip this blood. Blood crown. Короче, не хочу. Сейчас, может, ещё денег наберём. Просто купим ещё что-нибудь в магазине. Что-то пошло не так. Эй-яй-яй. Да как же тут вырулить-то? 7 ключей. Глядим, что дают. Кубик двойка. Тот, который рерол... Что он реролит? Как D10. А что D10? По-моему, характеристики. Я не помню, что он реролит. Может, противников. Чудесная, просто прекрасная ерунда, которая нам не нужна в этом магазине. Ну, дают. Берём, чё уж. Чё уж там. Как классно паук их там затормозил. Даже не знаю. Какая-то тут ни о чём комната. Так мы на пробел ничего толкового и не нашли. Это то есть сейчас ещё шипы там получить от сундука и пройти бой с двумя боссами. С тремя, наверное, боссами будет уже. Нет, такого я не хочу. По сути, за простой серый сундук. Не-не-не. 12 монеток и мы можем купить. Ничего хорошего мы не можем купить, поэтому просто уходим бить мамашу. Как-нибудь разберёмся. Уж думаю. Есть защитная орбиталка. И она крутая. Она не то, чтобы защитная, она ещё и атакующая. Сейчас только вот правильно его тыкнуть, этот кубик. Больно, согласен. Ну, чё делать-то? И. А. Ой, нажал датамайн Ну елки-палки, что-то хуже стало? Не знаю, пауки боком стали прыгать И кубик Кубок боком стоит Пэньк Терендеренден 2617, 195-207 Ну как бы понятно И вообще стыдобинушка Не дошел сюда, лост там не дошел Уж сюда там Можно было бы лостом и дойти Это на что по времени, да Кто-то ж там был первый, сейчас узнаем Кто-то ж там был первый По-любому За сколько секунд они прошли Думаю тут Ну вот 13-12 Это вполне время прохождения 6 минут 6 минут, правда? Это возможно было лостом? Как можно было это лостом пройти за 6 минут? Я не знаю Серьезно, 6 минут? Ну и ладно Мы прошли все равно по-честному Всем спасибо за внимание С вами был Джага Подписывайтесь на канал Ставьте лайки До новых встреч